На библейский портал Экзегет пришел вопрос, как давая ребенку хорошее образование, быть уверенным, что он станет опорой в старости? К сожалению, образование хорошее ребенка не гарантирует вам, что он будет хорошей опорой вашей старости, гарантирует любовь, которой его сердце будет привязано к вам. Ребенок, вырастая, не считает, что он вам должен или обязан за то, что вы его кормили, обували, одевали и оплатили ему хорошее образование. Он считает это своим. Может быть, когда-то, когда у него будут вырастать свои дети, он поймет, как это было трудно. Может быть, а может быть и нет. Но ребенок будет вашей опорой в старости, если его детство было наполнено вашей любовью, вниманием, заботой и лаской. Если он знает, что он нужен, что он в детстве был нужен. Понимаете, вот когда я был маленький, практически все мои друзья проводили каникулы летние в основном в пионерских лагерях, а выходные проводили у бабушек. Отцы ими не занимались. Ну, так вот сложилось среди моего класса. И только наш папа и мама проводили и отпуска, и выходные с нами. И поэтому, конечно, отношения совершенно другие у нас к родителям и те, что я вижу у своих друзей. Совершенно другие отношения. Десятилетия понадобились, чтобы снова, допустим, одному из моих друзей выстроить отношения с родителями. Они просто были разрушены. Потому что, ну да, он был сыт, одет, и даже у них была машина и дача. Но это все материя. Это все несердечное. За это папу любить не надо, понимаете. Папу надо любить тогда, когда он с тобой вместе. В походе сарай строит, дрова рубит, учит тебя чему-то, рассказывает тебе что-то. Вот тогда возникает сердечная связь, которая послужит опорой в старости для тебя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.